Крупное ДТП в центре города. Сегодня после обеда возле ЦУМа столкнули сразу 5 автомобилей и 1 пассажирский автобус. Вот такую картину сегодня в 3 часа дня наблюдали карагандинцы напротив крупного торгового дома. Информации по пострадавшим пока нет. Причины дорожно-транспортного происшествия уясняют полицейские. Карагандинцы мерзнут на остановках. С наступлением сильных морозов автобусам не дождаться. С понижением температуры общественный транспорт заметно увеличил интервал движения. Плюс ко всему подорожал проезд у таксистов. Что об этом думают местные жители в репортаже Миром Гослакимбаевы. С наступлением сильных морозов напряженная ситуация с автотранспортом напряглась еще больше. Проблема в том, что транспорт пассажирского предприятия в изношенном состоянии и автобус замерзает на ходу, не доезжают. А люди тем временем мерзнут на остановках, дожидаясь их. Сейчас такую ситуацию можно наблюдать повсеместно. Мало того, что общественные транспорты иногда не останавливаются, так еще и автобусов интервал увеличился, рассказывают возмущенные жители. В утреннее и вечернее время стоишь на остановке и ждешь. А мимо проезжают переполненные газели без остановки. Загруженные маршрутки пролетали мимо. Дважды бегали домой согреться. Пытались вызвать такси. Звонил в четыре фирмы. Нигде не было свободных машин. Но это не самое страшное. Сильные морозы только в пользу частным таксистам. Жители в утренние часы штурмом берут такси, чтобы добраться до нужного места. Например, чтобы с юго-востока доехать до вокзала, пассажирам нужно раскошелиться на полторы тысячи тенге. Такая ставка у сегодняшних таксистов. Таксисты повысили цены. Ужасные деньги просят. Нам не по карманам. Еще одна проблема – холодные автобусы. Люди часами стоят на остановках, дожидаясь запоздалого автобуса. После садятся в холодный автобус. Старые автобусы очень холодные. Сидишь, как на улице. Очень долго их ждать приходится. Что в автобусе сидишь, что на улице стоишь – разницы нету, потому что в них очень холодно. Изношенные автобусы бывают и ломаются от холода. А число новых автобусов, как всем известно, очень мало. Можно сказать, их вообще нет, говорят пассажиры. Новоузенские автобусы совсем старые. Иногда они ломаются по дороге. Новых автобусов очень мало. Почему руководство не берет это на заметку? В целях предоставить все условия пассажирам, местные власти даже отменили скидки для студентов. Хоть и на сегодняшний день автопарк имеет больше денег, чем раньше, изменений нет никаких. По словам представителей автопарков, они отменили студенческие проездные, так как хотели привести в порядок автобусы, но ничего не изменилось. Пытаясь разузнать более подробную информацию о происходящем, мы пытались несколько раз связаться с третьим автопарком. Если в первый раз они сказали, что не дадут никаких комментариев, позже выяснилось, что руководство на выезде. Словом, представителей автопарка мы на рабочем месте не застали. Его сейчас нет. Без его разрешения какую-либо информацию мы давать не будем. Он в командировке. Проблема с общественными автотранспортами на сегодняшний день остается нерешенной. Сколько еще будут длиться морозы, пока неизвестно. Ясно дно, состояния автобусов надолго не хватит. Поэтому просим местных властей не проявлять равнодушия к данной ситуации. Мирамгус Алкимбаева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ – балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».